Благоговение перед святынями Но он, правда, очень болезненный, очень непростой Потому что ситуация, правда, печальная И магическое отношение к святыне Это одна из тех уловок сатаны Которая может искреннего верующего человека Увести от пути спасения в путь погибели Потому что, помните, как Господь говорит, что волки в овечьих шкурах И вот эти силы злобы поднебесной Они тоже могут через самые лучшие, через самые святые явления И какие-то вещи в этом мире Тоже нас от пути спасения уводить Именно поэтому нам важно, как моряку в бушующем море В древние времена Который не имеет современных каких-то систем навигации Но смотрит на полярную звезду И благодаря ей, независимо от того, видны очертания берега Ведет по нужному курсу, точно так же и мы И мы должны всегда смотреть на путеводную звезду нашего спасения На солнце правды, на Христа, Бога и Спасителя нашего Если мы будем ориентироваться на Христа Спасителя То нам все на пути к Нему И подвиги святых, и их святые мощи И предсвятая владыча наша Богородица И ее чудотворные иконы будут служить в помощь и содействие А если мы будем уклоняться от Христа Избиваться и переносить внимание И какое-то такое даже стремление у своего сердца Со Спасителя уже на вещи вторичные Пусть даже это святые иконы, святые мощи То мы с пути спасения сойдем Вот, конечно, уместно вспомнить И порой вот этот вопрос как-то о том Что как-то вы там почитаете почти поязычески Святые иконы, мощи угодников Божиих Его можно услышать со стороны протестантов Нет, конечно, мы помним Как апостола Павла благодать Божия наполняла Что даже вещи, которые были к нему приложены Они творили чудеса Так что вот опоясанья апостола Павла Какую-то просто тряпочку, которую апостол Павел держал В руках платочек ее прикладывали человеку И по молитвам апостола человек исцелялся Нет, конечно, нам Священное Писание об этом много говорит Но сейчас акцент на другом И тоже бы хотелось вместе с вами Открыть первое послание Коринфянам апостола Павла И в самой первой главе прочитать 12 и 13 стих Я разумею то, что у вас говорят Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Вот эти проблемы начались с первых дней существования христианства Что те люди, которые должны вести ко Христу Которые проповедуют, Кифа, апостол Петр, сам апостол Павел Тоже в этом списке фигурирует Или вот Аполос Что люди начинают смотреть не на Христа, а на его служителя И это действительно апостол Павел пытается вразумевать Говорить, кто за вас распялся, кто за вас пострадал Не апостол Павел пострадал А пострадал сам Господь и Спаситель наш Именно поэтому лучшая профилактика Магического отношения к святыне Магического отношения к иконам, к святым мощам И лучший, можно сказать, тест для самопроверки Который каждый зритель нашего ролика И, возможно, следует им поделиться И кому-то из ваших близких, у кого вы сходные симптомы Со стороны замещаете И можете им помочь с помощью нашей видеозаписи То если ты, исповедующий, причащийся к святых христовых тайн Чаще, чем ты идешь и прикладываешься к каким-то чудотворным иконам Ездишь к мощам святых угодников, то, в принципе, ты почти вне зоны риска Нет, всегда, конечно, остается некий риск Но вот если бывает, что человек Ну, приходят, вот, например, люди крестить ребеночка И спрашиваешь, ну, а как вы, люди верующие, в храм ходите, исповедаетесь, причаете? Люди говорят, не, исповедать, причаться, ну, не, как-то там Ну, на Рождество, ну, на Пасху или там три года назад было Но зато, батюшка, я каждый месяц езжу к мощам Блаженной Матроны И там, во, какую очередь выстаиваю Ну, как раз все сток на голову перевернуто Это же, ну, страшное кощунство Это самое главное не то, что Блаженная Матрону будет признательна Блаженная Матрона так любила Христа И для нее, конечно, это тоже страшное оскорбление Что кто-то идет, ее посещает каждый месяц, прикладывается к ее мощам А исповеди, причастия избегает при этом И надо, конечно, помнить, что, конечно, Блаженная Матрона услышит наши молитвы Или какой-то другой святой угодник Сергий Радонежский Или Пресвятая Владыча Богородица у того или иного ее чудотворного образа Но все эти молитвы наши, они приносят Христу и Спасителю нашему Поэтому, если ты не исповедующая, не причащающая святых христовых тайн То ты рано или поздно, вольно или невольно Собьешься на магическое почитание икон На магическое почитание святых мощей И вместо благодати, которую они содержат Вспоминая мычение Седьмого Вселенского Собора Это же такая радость Честь воздаваемого образа переходит к первообразу Мы получим только отсуждение от Господа Да, в заключение все-таки стоит сказать Что даже если ты исповедующий и причащаешься Потому что можешь сказать, ой, батюшка, хорошо Я сейчас буду там причащаться каждую неделю И быстрее к мощам приложиться К иконе приложиться Тоже благодать везде подчеркнуть Можно, увы, и магическое отношение к саму телу и крови Христовой приобрести Но для этого надо помнить, как мы готовимся к причастию Соответствует наша жизнь При соединении с Христом в причастие Жизни Христа Ну а для того, чтобы жизни Христа Жизнь соответствовала Это надо, конечно, открывать библейский текст Открывать радостные слова Евангелия Их постоянно читать Стараться их в жизни реализовывать И тогда, если ты будешь похож на Христа То и причащай с Ним Ты будешь причащаться не механически, не магически А будешь причащаться для того, чтобы получить силы И реализовать вот это сходство со Христом в своей жизни Поэтому, дорогие братья и сестры Причащайтесь святых христовых тайн Причащайтесь достойно Живите, как Христос проповедовал И тогда любая святыня на вашем пути Поможет вам И, конечно, и спасение души Ну и поскольку, Господь, это тоже ничего не стоит Как маленький побочный эффект, Господь может послать и исцеление И какие-то улучшения какой-то материальной обстановки вокруг нас Для того, чтобы нашу веру подбодрить Силы нашей души укрепить Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео